Добрый день дорогие друзья, позвольте вас пригласить на вторую нашу видео встречу учебный класс Тойота Центром Минск-Восток на совместный очередной второй уже по счету видео тренинг по основам безопасного вождения автомобилей совместный с Центром контраварийной подготовки Сергея Овчинникова В предыдущем занятии мы с вами разговаривали про то, что скорость увеличиваешь на 20%, на 30%, на 40%, а тормозной путь с этой скорости возрастает не на 20, не на 30%, а возрастает в квадратичной зависимости от скорости, от ее изменения Потому что кинетическая энергия, это, извините, от квадрата скорости зависит, в этом, собственно говоря, проблема А сегодня мы с вами поговорим о дистанции, безопасной дистанции Вот кругом пишут отчеты ГАИ, различные сводки про ДТП Не соблюдал безопасную дистанцию, допустил столкновения и так далее и тому подобное Куча паровозиков в городах, на кольцевых дорогах тому регулярным подтверждением Но возникает вопрос, а учили ли выбирать безопасную дистанцию? И вот как ее выбирать, об этом сегодня речи пойдет Какая она безопасная на самом деле? И как она зависит от скорости? Каких только размышлений на эту тему нет Вот я слышал, во всяком случае, раньше Типа, вот видишь, 90 км в час Ну вот раздели примерно на 2 эту скорость И вот столько вот метров, вот безопасную дистанцию поддерживай Ну ладно, 90 разделим на 2, получим 45 метров Но, простите, это хорошо такую дистанцию Допустим, она безопасна, но как ее соблюдать? Вы что, ездите с лазерным дальномером на борту Или хорошим оптическим, корабельным, например? Я, например, нет Может быть, кто-то там ездит с дальномерами Я про таких людей, во всяком случае, не слышал А на глазок, да на скорости, да учитывая особенности человеческого зрения Вот, ошибка может очень дорого стоить, на самом деле Так как все-таки выбирать? На самом деле все очень просто Вот как на схемке, вот вопросительный знак Как ее выбираем на дороге Об этом речь пойдет сейчас Помните, в прошлый раз мы говорили о времени реакции Среднестатистического водителя на изменение дорожной обстановки Оно в экспертных расчетах полагается равным полутора секундам То есть примерно полторы секунды требуется водителю Который не является ни гонщиком, ни спортсменом В непрошедшем курсе повышения водительской квалификации Например, контраварийной подготовки У него время реакции порядка полутора секунд То есть за это время человек успевает понять Что с ним произошло вокруг него, точнее говоря Произошло вокруг его автомобиля И что ему нужно предпринять и начинает предпринимать Например, это экстренное торможение То есть удар по педали тормоза С момента обнаружения до удара полторы секунды Это же физиологическое, скажем так, психологическое понятие Полторы секунды время реакции Ложится в основу расчета и безопасной дистанции На самом деле все имеет научное обоснование В нашем случае В случае осмысленного управления автомобилем Итак, полторы секунды время реакции Еще примерно полсекунды требуется Уже исполнительным механизмом автомобиля На то, чтобы полностью выполнить команду Поданную водителем То есть с момента удара по педали Пока усилие дойдет от главного цилиндра тормозного На рабочие цилиндры Сожмутся колодки Сыграет податливость резины То есть там определенные характеристики упругости у нее есть Потом начинает это все уже тереться Начинает тормозить по-настоящему Проходит, ну, грубо еще где-то полсекунды Или же объезд препятствия, допустим Тоже на увод шин Стабилизацию автомобиля Следование за рулевым колесом Тоже примерно где-то полсекунды проходит С момента того, как человек повернул руку И автомобиль откликнулся Ну, я не считаю спортивные автомобили На спортивных шинах Вот, и соответственно Они гораздо быстрее на эту тему реагируют Мы говорим про обычные дорожные автомобили Итак, в сумме 2 секунды 2 секунды Получается с момента принятия решения До отклика автомобиля на управляющую действие И вот эти 2 секунды, друзья И легли в основу правила 2 секунд Для выбора безопасной дистанции Между автомобилями А и Б В нашем случае Предположим, например Что едут они со скоростью 90 км в час 2 секунды На 90 км в час Ну, я могу взять калькулятор Я уже посчитал, в принципе 2 секунды Это не что иное Как 50 метров Машина проходит За 2 секунды Да, совершенно верно 50 метров Но дальномеров-то у нас нет И на другой скорости 2 секунды Будет другое расстояние Выбрать между Своим автомобилем И впереди идущим Установить вот эту вот дистанцию Поможет простое правило Вот дорожный знак, например В качестве ориентира на обочине Едете вы за впереди идущим автомобилем Как только он проехал этот знак Начинайте считать 121, 122 И на момент, когда вы закончите Отсчет 122 И ваша машина проезжает Этот же знак Значит, вы едете С дистанции до впереди идущего По правилам 2 секунды Это значит, что если вдруг Впереди перед ним Перед вашим ведущим Автомобилем А А вы едете в Б Возникнет какое-то жуткое препятствие Или у него оторвется колесо Не дай бог, конечно Пусть все будет живо и здорово Или еще что-то произойдет Или по-моему И появится страшная помеха У вас будет время На принятие решения И экстренное торможение И остановку вашего автомобиля До впереди идущего Или же по возможности Выполнить объезд Если встречная будет пустая К примеру Например Вот все очень просто А что касается 121-122 То я вот Держу в руках Уже не калькулятор А секундомер Сейчас вот при вас Начнем считать Вот Итак 121-122 Две с небольшим секунды Вот так вот Едется по правилу 2 секунд Выбирается дистанция Естественно Что это не догма Если Это условия Плохой видимости Если Это скользкая дорога Если Есть какие-то Другие факторы Которые Ухудшают Сцепление Шин с дорогой Хабистая Она например Щебенчатая То конечно Или зимой Опять же То Тогда можно И больше чем Две секунды Конечно же Сделать Дистанцию Между своим Автомобилем И впереди Идущим Так что Как видите Все Собственно говоря Опирается На законы Физики И физиологии Реально Рулит При выборе Дистанции Не какие-то Наши Умозаключения А Наука Правило Двух Секунд На этом Позвольте Вам Друзья И вашим Близким Пожелать Крепкого Здоровья И всего Самого Наилучшего До моря Готов До новых встреч Уважаем Друзья Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Продолжение следует...